Виктория, можно ли сделать растяжку лежа в кровати? В принципе, можно, но все будет зависеть от жесткости вашей кровати. Но если она мягкая, то, к сожалению, нам придется прибегнуть к помощи гимнастического коврика. Занимаем исходное положение, стоя на четвереньках. Руки кисти располагаются под плечевыми суставами, коленные суставы под тазобедренными. Делаем глубокий вдох носом. На выдохе наша задача сесть попой на пятки, руки при этом уходят вперед. Происходит мягкое растяжение поясничного отдела и ягодичных мышц. Затем на вдохе мы возвращаемся в исходное положение и мягко на выдохе садимся попой на пятки. Если вы почувствовали дискомфорт в пояснице, о чем это может говорить? Это может значить о том, что есть какая-то патология. Протрузия, стеохондрожь, либо грыжа. Но чаще всего при упражнениях на растяжку такие ощущения не возникают. Ошибками в данном упражнении будет являться включение в работу мышц шеи. Она должна оставаться нейтральной, не сгибать, не переразгибать ее. Нейтральное положение. Также ошибка будет, если мы будем садиться попой не на пятки, а между них. То есть ноги будут расходиться в сторону. И также ошибка будет, если мы не займем такое плотное комфортное положение устойчиво. Если нас будут шатать, это неправильно. После этого упражнения мне хочется сидеть с максимально ровной спиной. Да, для того, чтобы быть в форме, важно не только укреплять мышцы, но и растягивать их. Редактор субтитров А.Семкин